...авторитаризм, и просто можно лишний раз напомнить, что случилось это не в 40-м году с советскими танками, а в 34-м году после переворота Карлиса Ульманиса. Хорошо, возвращаясь к теме возврата собственности. Но мы знаем все-таки некоторые, вот есть некоторые наводки, в частности вот Татьяна Фейгмана в одном из интервью упомянула, значит, недвижимость общества Улей, это вот там, где театр русской драмы, русский театр Михаила Чехова сейчас он называется, недвижимость корпорации Fraternitas Arctica, Северное Братство, там вот Дмитрий Трофимов предпринял такой вот просто штурм государственных институтов, чтобы добиться признания за корпорации. И они там... И добился-таки. Ну, частично, частично, там скажем, с переменным успехом. И было такое вот самое крупное рижское русское благотворительное общество, которое имело достаточно большую недвижимость в московском Форштадте, имело дачу в Дублты и еще какие-то куски недвижимости. Вот, но это вот то, что известно, что называется навскидку. Какой-либо глубокой работы по обобщению то, что было в Риге, Юрмале, тем более в регионах, насколько мне известно, пока не проводилось. Но, тем не менее, вы планируете предпринять какие-то попытки для того, чтобы вернуть эту собственность? Ну, вот, планируется обсудить сложившуюся ситуацию, и если в результате будет составлен некоторый кадастр недвижимости, а вот дальше других, в этом, я так понимаю, продвинулась РОВЛ, русская община в Латвии, но они, по словам Татьяны Александровны Фаворской, готовы делиться этим и с РОВЛ, и вообще со всем обществом. То есть, предстоит дискуссия. Но, вот, я бы хотел сразу сказать, что здесь ни в коем случае не идет речь о том, что мы пытаемся как-то вот опередить еврейскую общину, или, там, идти по ее следам. Последовать примеру. Понимаете, просто вот, мне кажется, эта ситуация, это очень хороший повод начать дискуссию не только внутри русской общины, а внутри всего латвийского общества. И это вот сейчас мнение не РОВЛа, не ВРОВЛа, а это мнение мое личное, как Игоря Ватолина, что при обсуждении подобных вопросов, недвижимости, то, что чревато какими-то изменениями имущественных отношений, то, что может повлиять на состояние городской среды и, в целом, общественного умонастроения, тут надо вот исходить из трех моментов. Из каких? Первый момент, это принцип исторической справедливости. То есть, действительно, если мы знаем, что порядка 90% латвийских евреев были уничтожены, причем самым брутальным образом, или рассеяны. Во время Холокоста, я думаю. Да, во время Холокоста, то, соответственно, тут с точки зрения справедливости нет вопросов. Ну, конечно же, надо каким-то образом, всеми возможными образами извиниться, попытаться компенсировать, попытаться вернуть этих людей в Латвию, восстановить еврейскую общину, укрепить ее. Вот с этой точки зрения вопросов нет. Но, мне кажется, тут есть еще два момента, которые тоже нельзя недоучитывать. Давайте их озвучим. Да, второй момент, это общественный консенсус. То есть, вот решение о возвращении собственности, решение о извинении, например, за какие-то там, за то, что допустили, за то, что не сберегли, со стороны первых лиц государства должно основываться на широком общественном консенсусе. То есть, вот, например, вот какое-то лоббирование, когда в обществе согласия нет, но, например, привлекается ресурс Госдепа Соединенных Штатов. Или, например, вот русским не понравится, что им не дают там недвижимость, ну, соответственно, письмо там в Государственную Думу Российской Федерации, помогите, пожалуйста. Вряд ли это будет иметь такой эффект, как визит предстоителю Готельской Федерации. Нет, я просто, нет, я говорю по принципу. Или, например, там послать шифровку на Марс, чтобы там высадили марсианские десанты, там разобрались с непослушными... То есть, это попытка задействовать некие внешние силы. Да, вот мне кажется, вот подобного рода решения, они сохраняют вот то, о чем я говорил в самом начале, вот эту вот ауру справедливости, милосердия, прощения, компенсации, только если они выстраданы внутри страны. Если же это вот какая-то лоббистская практика, и в результате, например, компенсации исторической несправедливости начинают твориться несправедливости вот современные, и страдают люди, как это произошло во время динационализации начала 90-х, то вот тут надо думать, взвешивать, и, то есть, не просто голый принцип исторической справедливости. И третий момент, это обеспечение такого долговременного эффекта, эффекта долговременного развития. Это о чем идет речь? Как вот то или иное решение повлияет, например, на качество городской среды Риги. Вот динационализация начала 90-х, вернули собственность, потом в течение, скажем так, 10-15 лет владельцам с боем, со слезами, с человеческими трагедиями удалось, так сказать, зачистить свою собственность, освободить от жильцов, и тут грянул кризис. И вот эти дома, если вот, ну сейчас лето там, люди на дачах, но вот осенью в сумерках пройти по улице Авату в сторону Чака или по Чака, и посмотреть вообще на окна домов, то во многих домах они просто темные. То есть дом вроде стоит, но так потрогаешь дверь, она заколочена, то ли на замке там, то ли заколочена. То есть эти дома многие находятся в запустении, поэтому появляются. Да, и это при этом исторический центр Риги, внесенный в охранный список ЮНЕСКО, и эти дома построены 100-150 лет назад, просто вот при такой эксплуатации, когда их никто зимой не отапливает, они просто начнут физически разрушаться. Вот решения, которые ведут к такой практике, это можно предположить на той политике, чтобы соображать последствия своих действий. Вот это не должно вести к таким результатам. Но вот в данном конкретном вопросе еврейской недвижимости, насколько ясно, я не знаю все 200 объектов, но вот в районе Гризенкаунса мне показывали, что вот какие-то здания там бывшей больницы или какой-то вот социально-еврейской инфраструктуры, оно стоит полузаброшенное, потому что все знают, что это бывшая еврейская недвижимость, что община ее востребовала, пока не получила, но пока нет ясности с этим объектом, он будет разрушаться, у него не будет делаться инвестиций. То есть, короче, надо вот с точки зрения этого фактора должна быть ясность. Или отдать, чтобы уже с ней можно было начать что-то сделать, реконструировать, реставрировать, снести, построить новое, но была ясность. Или просто вот дать ясный ответ, что никакой реституции больше не будет, чтобы новые владельцы могли с этим что-то делать. Это вот с точки зрения этого третьего фактора. Таким образом, вот получается вопрос сложно составной. И вот имея в виду, что история с недвижимостью, она началась на самом деле не с 40-го года, когда, собственно говоря, она сначала в июне, когда она вот отошла советской власти, собственность большинства общественных организаций, а потом, значит, ну, пришел Третий Рейх, и евреев убили просто физически, или там они оказались в рассеянии. Но все началось по меньшей мере со времен Карлиса Ульманиса, когда, например, в рамках создания государственных предприятий, например, текстильной промышленности, часть частных, в частности, еврейских фабрик, были просто объединены вот в ГОС такую корпорацию. Да, там заплатили какую-то компенсацию. То есть фактическая национализация в Латвии началась в 34-м, да, или в каком году? В 30-е годы. Нет, вот, да, вот во второй половине 30-х мы видим, да, мы видим вот с точки зрения справедливости некоторые искажения этой справедливости, в том числе и в отношении некоторой еврейской собственности, в данном случае частной, вот фабрик я точно знаю. Потом, 39-й год, репатриация немцев, которая больше походила на депортацию, то есть она была такая добровольно-принудительная. Ну, как бы сообщили, что все, Германия, значит, это зона влияния Советского Союза, все немцы это знали, и на пароход, и, соответственно, они свою недвижимость распродавали за бесценок. То есть получается, что немецкая община тоже может потребовать возвращения принадлежащей ей до войны недвижимости? Первого, первого пункта исторической справедливости, несомненно. С другой стороны, найдутся ли там лоббисты, тем более, что Германия и Австрия, это, кстати говоря, две страны в мире. Вот в прошлом году приезжал чрезвычайный посол Соединенных Штатов по вопросу Холокоста господин Дэвидсон, и вот он сказал, что в мире есть две страны, которые, так сказать, вернули все, компенсировали все, но это страны, где, собственно говоря, вырос нацизм, это Германия и Австрия. Больше в мире нет третьей такой страны, ну вот по словам господина посла. Так вот, с точки зрения справедливости, если мы обсуждаем это, то да, то есть и немцам надо тогда рассмотреть их претензию, потому что эта недвижимость отошла куда? Да, она отошла немцам, она отошла, возможно, часть попали в руки евреев, может быть, даже русских, но это был один год, 39-й, 40-й, потом советская власть, и таким образом у нас получается вот такая очень закрученная чехарда. Да, и в этой ситуации, я думаю, правильным решением будет рассматривать судьбу каждого объекта отдельно, вот исходя из этих трех принципов. То есть в списках, а в индивидуальном порядке. Да, да, и одновременно мы вспомним историю нашей страны, вот на истории вот конкретной недвижимости, то есть никакой идеологии, вот просто объект недвижимости. То есть еще будет такая просветительская польза от этого. С одной стороны, да, но тут вот второй момент, да, это общественный консенсус. А возможен ли он в принципе, потому что понятно, что одна этническая группа, которая хочет вернуть себе собственность, будет выступать за возвращение этой собственности, но не факт, что это поддержат другие этнические группы. Чисто потому, что это их не касается, например. Вот до сих пор Латвии не удавалось достигать общественного консенсуса. И это почти диагноз. При этом, если посмотреть... Диагноз общества? Диагноз общества, диагноз стране. Причем этот диагноз, он тянется как бы из глубины 20 века. Не будем брать там совсем старинные времена, но, например, вот 40-й год. То есть точка отсчета, 40-й год. Хорошо. 40-й год. Ну, ясное дело, что независимость как получили, как бы из рук стран-победителей в Первой мировой войне, Антанты, Версальская система, они гаранты этой системы. Чтобы эта система сохранялась, то есть независимость Латвии, либо страны-гаранты должны заступиться в случае опасности, либо само население берет оружие и защищает свою независимость. Что сделала Финляндия? В Финляндии был достигнут абсолютный, да, общественный, национальный, можно сказать, консенсус. Коммунисты, социалисты, за исключением финнов, специально там подготовленных, отобранных в Советском Союзе во главе с Отто Вилли Кусининым. Вот все финны, включая коммунистов финских, встали на защиту Родины. В Латвии не прозвучало призыва встать на защиту Родины. То есть консенсуса не было выработано, страну сдали, и вот с тех пор все решения носят более или менее лоббистский характер, в том числе решения о динационализации собственности в начале 90-х. Группа тогдашних депутатов Сейма и американских латышей, я не являюсь экспертом по этому вопросу, но так обычно говорят. И господин Грутупс, который сейчас активно комментирует эту ситуацию, просто создали такое законодательство, которое лоббировало интересы даже не латышей, как общины в целом, этнической, а вот части людей, которые просто конкретно знали, что они хотят получить. Господин Грутупс говорит, что тогда те же евреи не обращались за своей недвижимостью. Он говорит, что вопрос до национализации был закрыт тогда 20 лет. Как юрист, он с одной стороны прав, с другой стороны, юриспруденция, она не носит характер, не знаю, там, музыки сфер, законов физики. Вот когда политики общества ставят вопрос, политики его формулируют, озвучивают, юристы приступают к работе. Если вот этот вопрос еврейская община ставит ребром, говорит, для нас это важно, то вот очень важно, чтобы внутри латвийского общества началась дискуссия, и чтобы в результате этой дискуссии просьба евреев была либо удовлетворена, и...